Жених нервничает, переживает, волнуется. Отмечают свадьбу зебр по русской традиции уже несколько дней. Есть и свидетельство о заключении брака, подписанное директором зоопарка. У молодоженов нет только платья и костюма. Зебры не поддаются приручению и дрессуре, поэтому наряжать их опасно для здоровья. Загнанная в угол зебра способна забить копытами даже небольшого льва. Но у полосатых и так есть свои уникальные наряды. Зебры чапмана не белые в черную полоску и даже не черные в белую. В их окрасе чередуются белый, черный и коричневый цвета. Полосы у всех зебр уникальны, как наши отпечатки пальцев. Поэтому, когда у пары появляется жеребенок, к маме и малышу никто не подходит. Он должен запомнить окрас мамы, чтобы всегда ее найти и отличить от других особей. Василий живет в Барнульском зоопарке уже несколько лет. Он приехал из Красноярска. А для Зузу лесная сказка стала домом более года назад. Она родилась в зоопарке Лимпопо Нижнего Новгорода. Пару уже пытались соединить, но неудачно. Василию не понравилось новое соседство. Василий был не очень рад гостеприимству и опять же соседству Зузу. Он ее всячески обижал, кусал, бил, что нам пришлось зимнее помещение разделить на два равных. И таким образом они жили по отдельности. А вот этой весной впервые мы их соединили. По словам сотрудников зоопарка, зебры подросли и стали готовы к сожительству. Как мы видим, несмотря на скверный характер, пара живет в согласии. Сотрудники зоопарка уверены, что в следующем году появится полосатый жеребенок. Алена Николаева, Дмитрий Денисов. День с толком.